Встреча с сепаратистами 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 Российские войска, чеченцы, кто там, хотя говорят в батальоне Айдар, воюет НАТО. Какое НАТО? Вы где-нибудь видели из нас НАТОвцев? Мы все Украина, мы все украинцы и воюем за нее. Хлопцы, спасибо вам просто за вашу ежедневную нормальную работу. Три двухсотых вчера на передке, рядом с ними, семь или восемь трехсотых и третий. И ранили волонтеры. Да, то есть что происходит ночью, я не знаю, я уже не дозвонился, утром сегодня я не стал звонить. Якулемо! 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 Естественно, задало ташника, который не был на ливо и статистики. Герои! 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 Ну, надо завтра мы будем обратно штурмовать Министерство обороны. Ну, посмотрим. Я уже шесть месяцев нахожусь в батальоне Айдар. Мы находимся в городе Части. Министерство обороны поставило на данный момент командиром батальона «Пташника». Человек, который не был нигде с нами на боевых, он, в счастье, даже боится приехать, потому что они находятся 70 километров в тылу. Это возле Старобельска, Половинкино. Они даже боятся туда приехать. Там находится штаб и отдел кадров. Нас шесть месяцев не оформляют. Те люди, которые приезжают на Половинкино, оформляются в течение недели-двух. Они получают выходы на боевые, которых не было. Наши дела просто постоянно выкидываются. Сейчас Мельничук хочет вернуться, положить депутатский Майдат, но Министерство обороны ему этого не дает. Вот в чем сейчас стоит вопрос. Потому что если станет «Пташник», ну, как бы он уже стал комбатовым, министерство утвердило, то город Части, я скажу, сдадут. Нам будут прикасывать. Да, город Части сдадут. Я просто помню, как на Майдане пикетировали МВД, Министерство обороны. Это мы уже сто процентов знаем. Они перекрывают нам полностью кислород. К нам сейчас не доходит ни гуманитарка, ни боеприпасы. Ну, нас вообще хотели два дня назад полностью приехать разоружить. Это сразу, скажем так, город Части сдали. И пацаны, которые стоят там дальше, ну, получается, в тылу, они попадут чисто в окружение. Если Части прорвали, ребята, которые сдали, ну, им уже потом ничем не поможет. Гуманитарка не доходит, а сами волонтеры, когда же прорываются, правильно? Это волонтеры, которые уже не первый раз к нам ездят. Они знают, как минуть там эти блокпосты, которые блокируют половинкинские. Они уже знают, да. А так им говорят, что там постоянно, ну, обстрелы разгружать и здесь, мы отвезем им туда. Ну, это нам ничего не доходит. Все бронежилеты, все каски, все оружие приходит на Половинкино, и нам из этого ничего не доходит. Половинкино полностью вооружено подствольниками, автоматами. У нас этого на передке ничего нет. Мы завтра будем в Киеве. Мы завтра будем в Киеве, обратно будем штурмовать Министерство обороны. Да, не надо, пожалуйста, в случае вот копилочка, положите, ребята. А ну, давай дойдет. Дойдет.